Поощрения, замечания и еще десятки вопросов рассмотрели сотрудники управления службы исполнения наказаний по итогам 2016 года. Оказалось, что болезнь осужденной стали меньше, а зарабатывать больше. Работников системы призвали налаживать с осужденными конструктивный диалог, чтобы в новом году жалоб не возникало. В колониях Мордовии продолжают отбывать наказание почти 13 тысяч человек. Их судьбу отслеживают несколько специальных служб, надзорное ведомство и общественные организации. И по итогам прошедшего года начальник управления рассказал, что болеть, например, туберкулезом осужденные стали меньше. Тем более, что оснащение медицинских подразделений в последние несколько лет стало лучше и современнее. На многочисленных производствах выросла ежедневная оплата труда на 25%. И по искам от пострадавших мошенники и убийцы могут быстрее погасить долги. Это в первую очередь нормативно-правовое сопровождение деятельности службы. Хочу сказать, что в истекшем 2016 году в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов приняты 4 федеральных закона, 3 указа президента, 4 постановления правительства. Товаров и услуг Мордовская ФСИН произвел на 1 миллиард 29 миллионов рублей, что стало лучшим показателем по России. Из этой же суммы идут и налоговые отчисления в региональный бюджет. А вот нарушать закон сотрудники колонии осужденным не позволили. Гораздо интенсивнее стала работать оперативная служба, которая не позволила доставить на зону средства связи. Кроме этого изъяли более 21 килограмма наркотических средств. За это и многое другое сотрудников колонии поощрили грамотами, памятными медалями и вручили внеочередные воинские звания. Наталья Тюрина, Андрей Просветкин. Наши новости. Продолжение следует...